Тонкой линии в городе наносят разметку вблизи учреждений образования. Какой объем работ на этот год? Украл в убыток. В Могилёве задержали очередного воришку. Пропажа дорогостоящих кроссовок и крупной суммы денег. Кто совершил кражу? Вековой юбилей в Бобруйске поздравили работников торговли с профессиональным праздником. Люди, которые ее представляют, заслуживают самых теплых и радостных слов. Какие награды нашли своих героев? А также военная подмога, контроль цен и стабильный рост. Номинальная начисленная средняя зарплата в июне 2270 рублей. Насколько увеличился показатель? Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Александр Лукашенко с рабочим визитом в Россию. Борт белорусского лидера совершил посадку в аэропорту Санкт-Петербурга. В планах переговоры с Владимиром Путином в различных форматах. Главы государства всудят актуальные вопросы в развитии белорусско-российских отношений, продвижении союзных проектов, тематику региональной безопасности и международную повестку дня. Местом для переговоров стал Валам, остров расположенный в северной части Ладожского озера. Главы государств посетили храм Смоленской иконы Божьей Матери на скиту Валамского монастыря. Зашли в часовню. Кража на краже. Могилеве мужчина лишился крупной суммы денег и ценных вещей. В оперативно-дежурную службу обратился Витебчанин с заявлением о воровстве. В ходе расследования сыщики выявили виновника. Им оказался 26-летний ранее судимый за аналогичные преступления гомельчанин. Установлено, злоумышленник и потерпевший приехали на заработки. Во время совместного распития молодой человек заметил, что портмоне у потерпевшего имеются наличные. После посиделки парень забрал деньги и кроссовки, затем на такси уехал в Гомель, где и был задержан оперативниками уголовного розыска. В отношении фигуранта следователями возбуждено уголовное дело за кражу. Правила продаж номер один и вместе с подручнее. К уборке урожая присоединились отечественные военные. Как бойцы работают на полях. Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. До конца года в Беларуси создадут автоматизированную систему анализа и контроля цен. Использовать ее будут государственные органы. Март для учета и прогнозирования инфляции. Иные, чтобы следить за соблюдением ценового законодательства. Синекая получит действенный оперативный инструмент проверки стоимости товаров, реализуемых в торговых сетях. К уборке урожая присоединились белорусские военные. За четыре дня люди в форме помогли аграриям собрать более 1300 тонн озимой пшеницы. Основная задача – перевозка зерна на сушильный комплекс. Также бойцы содействуют с обслуживанием техники и медицинским обеспечением во время полевых работ. Номинальная начисленная средняя зарплата в июне – 2270 рублей. За месяц показатель вырос на 50 белорусских. Традиционно самые высокие в Минске. Больше всех получают работники, занятые в сфере информационных технологий и пассажирского авиатранспорта. Более 5000. Финансовая и страховая деятельность – 3200. Профессиональная, научная и техническая – чуть менее трех. Биологически активные добавки разрешили продавать в магазинах, но только в специальных отделах. Также снимается запрет с реализации БАДов онлайн. Однако продавцу нужно соблюсти требования по продаже и хранению. Ранее приобрести их белорусы могли только в аптеках. Белавия возглавила один из рейтингов пунктуальных авиакомпаний. Определял лидеров Международный аэропорт Кольцова в Екатеринбурге. Там учли информацию о выполнении полетов из города за первое полугодие 2024-го. Претенденты не должны были отклоняться от расписания более чем на 15 минут. Как уточнили в пресс-службе воздушной гавани, Белавия не допустила ни одной задержки. Красочный апгрейд. Дороги Бобруйска покрывают свежей разметкой. Город преображается на глазах. Уже нанесено 20 319 квадратных метров. Всего в планах покрыть чуть более 30. Объем работ значительно превышает прошлогодний. Свежая краска появилась на Батова, Октябрьской, Социалистической, Ленина, Гагарина, Урицкого. Облагораживать планируют по октябрь месяц. Сто лет с заботой о покупателях. В преддверии юбилейного векового праздника работников торговли чествовали отличников и ветеранов отрасли. Показать себя. Участников церемонии традиционно встречает выставка продукции городских предприятий. Флагманы пищевой промышленности, красный пищевик, бобруйский мясокомбинат, Дорида. Среди почетных гостей руководство города, депутаты управления торговли и услуг. Хочется пожелать в преддверии этого знаменательного дня всем работникам сферы торговли города Бобруйска. Доброго здоровья, успехов, удачи, благодарных посетителей торговых объектов, хорошей выручки и хороших продаж. Мы искренне рады, что сфера торговли города Бобруйска динамично развивается и люди, которые ее представляют, заслуживают самых теплых и радостных слов. С праздником! Хочу пожелать работникам торговли, ветеранам торговли крепкого здоровья, чтобы ежедневно их окружали дома забота, внимание родных и близких, чтобы в их доме всегда был достаток, благополучие, согласие, счастье и любовь. С праздником, уважаемые работники торговли! Благодарность за труд. Лучших из лучших в этот день отмечают медалями, почетными грамотами и благодарственными письмами Бобруйского горисполкома, Совета депутатов, администрации районов «Март». Без внимания не остались как передовики труда, так и ветераны. Внимание, доброжелательность и профессионализм по отношению к покупателям – визитная карточка работников предприятия Бобруйска. Организации торговли отмечают свой юбилей в год качества. И пускай следующие 100 лет сфера проведет под знаком высочайшего уровня. Не ради наград. 25 июля в Беларуси день пожарной службы. Самой бесстрашной профессии – 171 год. Огонь, вода, медные трубы. Смотреть в глаза опасности – их работа. Наша съемочная группа о героях, которые не носят медали. Дежурная служба МЧС, чем вам помочь? Если театр начинается с вешалки, служба МЧС – с оперативного центра. В этот кабинет стекается вся информация. Именно здесь – святая святых. За компьютером – хрупкие девушки. Но нежные они лишь визуально. Внутренний стержень, выдержка, уверенность. В сутки дежурные принимают по три сотни звонков. Во время недавнего урагана за полдня поступило больше тысячи. И каждому на том конце провода они смогли оказать помощь. Нам звонят люди, у которых в первую очередь случилось горе. И каждый человек абсолютно по-разному реагирует на вот это вот стрессовое состояние. Время сжато, необходимо понять, что им нужно, чем помочь, направить необходимые силы и средства. Поэтому иногда бывает очень сложно. Люди могут кричать, люди могут закрываться в себе. Если не они, то никто. Для Ксении Тихоновой работа в МЧС – маленькая детская мечта. Со школьной скамьи девушка была уверена, ее место здесь. Еще подростком она активно участвовала в жизни молодежной общественной организации спасателей пожарных. И медленно, но уверенно шла к заветному. Сегодня лейтенанту внутренней службы нет равных за оперативным пультом. Она точно знает, как вести себя в экстренной ситуации. Здесь важно понимать, для чего мы здесь. То есть в первую очередь это спасение человеческой жизни. И если человек это понимает, и эта идея отзывается в его сердце, тогда у него все получается. Ты когда слышишь человека по ту сторону, телефонной трубки, ты понимаешь, как с ним надо. Иногда они кричат, плачут, истерят. Тогда ты делаешь голос тише, увереннее говоришь. Или на кого-то надо, наоборот, перебить, чтобы они опомнились и услышали тебя. Это чувствуется. Обнимание на выезд 3 отделения. На выезд 3 отделения Сикорского, 20. Сгорит квартира. Всегда на границе огня. Артем Новиков тоже с детства знал, его жизнь будет связана с МЧС. 7 лет молодой человек трудился в должности пожарного. В 2019 году был назначен командиром отделения пожаротушения. Именно благодаря его опыту, уверенности, техническим знаниям. Спустя два года стал начальником смены. Руководитель тушения пожара в своем районе выезда произвожу расстановку сил и средств. То есть непосредственно я поставлю задачи своим отделениям в случае, чтобы быстро ликвидировать пожар. И первоочередное произвести спасение людей, если это необходимо. Вот эти вот срабатывания тревоги, вот этот адреналин, который вырабатываете. Знаете, когда едешь даже в машине и едешь на выезд, допустим, или тремя отделениями, и смотришь на людей, которые там вслед тебе смотрят, а не которые даже люди там говорят, вот мы там желаем удачи. Работа такая – жизни спасать. Служба в МЧС – командный труд. От оперативности, слаженности зависит не только сохранность материальных ценностей, но и самое главное – жизни людей. Александр Акулич за рулем спецтехники 12 лет. Мужчина – многократный победитель конкурсов профессионального мастерства. Знания теоретических, знания правил дорожного движения и практического вождения. То есть есть трасса, подготовленная, состоящая из 10 элементов, которые нужно участников пройти с наименьшими штрафными баллами. Готовность номер один. Работа в экстремальных условиях требует наличия определенных навыков. Быстро принимать решения, быть храбрым. Любое звено большой цепи имеет очень важное значение. Если каждый на своем посту остается профессионалом, случайности исключаются. Большая ответственность возлагается на водителя. Потому что нужно довести личный состав, прибыть вовремя, в кратчайшие сроки. Во-первых, я закончил училище по образованию автослесаря, водителя. То есть это мое, то, что мне нравится. Я занимаюсь своим любимым делом. Профессионализм, отвага, честь. Сегодня пожарная служба Беларуси не только высококвалифицированные специалисты. Это еще и современное оснащение, которое помогает оказать помощь в любое время на земле, в воде и с воздуха. Служба МЧС сегодня, наверное, одна из самых сложных. Но вместе с тем это очень благородная, очень нужная служба. Это спасатели, которые приходят всегда на помощь любому гражданину, который оказался в сложной жизненной ситуации. Пожелать, конечно же, прежде всего крепкого здоровья, чтобы мы с гордостью всегда выполняли поставленные задачи, выходили победителем самых сложных и практически неразрешимых ситуаций. Я уверен, что коллектив Бобруйского городдела способен выполнять все поставленные задачи. По долгу службы и по зову сердца. 25 июля в аварийно-спасательной части номер один чествуют тех, кто ежедневно рискует жизнью. Огнеборцам и ветеранам пожарной службы вручают почетные грамоты, благодарственные письма, нагрудные знаки и юбилейные медали. Прекрасный праздник, день пожарной службы. Я хотел бы пожелать нашим спасателям мужества, смелости, достоинства, ума, потому что только умные люди борются с огненной стихией. И как сам работник, бывший работник МЧС, бывший выходец из пожарной службы, хотел бы пожелать им сухих рукавов и самое-самое главное, мирного неба над нашей головой. Наши спасатели люди достойные, уверен в том, что они с честью несут службы сегодня на веренных им рубежах. Это люди крепкие, сильные, настоящие мужчины, настоящие спасатели. С такими не страшно идти в бой и разведку. Профессия пожарного – это призвание, которое требует смелости, выносливости и готовности к испытаниям. А потому выбирать ее нужно исключительно сердцем. Кристина Ильянц, Елизавета Жуткова, Дмитрий Шевцов, Павел Зуев, Максим Калинин. Бабруск 360. Цирк за океаном или куда пропал Джо? Все ответы после выпуска новостей в программе «Политический курс». Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!